красавцы лав радио ярослав парамонов и никита мартов ну и не только прямо сейчас привет привет ты так хорошо выглядишь а ты тоже я не напрашивал а ты не очень видимо с ночи здесь я давно здесь сижу да но мы давно тебя поджидали выжидали наконец-то у нас в гостях как тебе просыпаться по утрам вот так никак друзья я еще не проснулся вот я пришел со слов зачем вы это делаете да так аппетит во время еды приходит так или во время наших эфиров постихонечку пробуждаешь сложный вопрос я думал что я проснулся но вот пока ждал скажем так появление в студии уже немножко кочумал вот так вот мы не видели до того как сейчас набрать набросим вопросов всевозможных и они потихоньку начнут раскочегаривать синеронные связи во-первых конечно хочется узнать на чем ты работаешь сейчас вот в эти дни в эти часы вот ночью может быть 2 сентября выходит 3 и пи который мы запланировали выпустить в этом году то есть два уже вышли на 1 гранатовый сок 2 назывался декаданс и 3 называется реверсив вот как раз над ним и сейчас работаем сейчас идет процесс уже непосредственно сведения мастеринга если у нас шансы предположить хотя бы но как какие-то интонационные середины в этих композициях декаданс не боюсь нет нет когда вы включите включите альбом поймете что почему реверсив что такое отмотка что такое назад посмотреть что такое как звучание нет 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 я наверное в чем-то получал вдохновение из восьмидесятых и девяностых возможно возможно какие-то синты звуки аранжировки я люблю если я люблю аналоговые синтезаторы старые которые стояли на студии в некоторых моментах роунды всякие ну да да я альбом 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 мы использовали много роун 106 вот это как это ни странно это не очень дорогой синтезатор но тем не менее в миксе стоит потрясающе просто вот его использовали все мои любимые артисты дюран дюран и до пешмот и вот он меня есть и он стоял ждал своего часа как звучит 106 а он по-разному звучит там очень много звуков но их узнаешь понятно слово о звуках у нас вначале всегда мы всегда с артистами разговариваем просим фирменную распевку для того чтобы прийти в себя и может быть ты поможешь нам очень простая распевка встречались это вертолет нужно как-то артикуляции главное чтобы вы размяли губы свой аппарат ну а если дом вокальный пойти куда-то а потом надо мычать просто в принципе так по телефону часто разговариваю как будто в самом эпицентре улья я перед концертом не распиваюсь то есть если артисты которые действительно стоят к инструменту и начинают да 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 это не мое может хотя бы теплые напитки получается это да прогреть хотя бы связки чай индийский чай в тот момент получается когда ты придешь к нам на сцену love radio party ты тоже не будешь распеваться и прямо вот из из-за кулис появишься я мочу да я вам правду скажу минут десять меня уходит на то чтобы разогреть аппарат все да сначала сначала с зимой то же самое абсолютно сначала ты сначала ты делаешь потом гарик пообещал что не будет распиваться перед выходом на сцену мы это сделаем с тобой за него да просто так и давай забьемся и так и представим гаррика ну типа начнем вот это гарик угадайте кто это и вот и проверим то внимательно слушать кстати к слову о выступлении на сцене love radio party твой трек щуга который мы сейчас будем слушать будет ли он там хотите конечно мы все у вас уникальная вообще возможность есть договориться со мной обо всем сейчас горе полетим отдыхать куда-нибудь придется сказать лука оксана с нами летят красавцы они много едят и вообще не спят каждое утро не будет вставать в эфир но зато точно можно будет успеть до обеденного солнца с нами на пляж потому что мы уже тут как тут таки ай ребята а что успите мы для вас лежаки заняли ну и про трек шуга который мы перейдем можно как-то рассказать о нем что это как как откуда это взялось и в чем главный посыл в чем главный посыл посыл моей супруги которые со мной уже много лет рядом рука об руку шива шакте если для тех кто понимает да все это да за загружено в слово шуга это не сахар получается аббревиатура что ли это более знаете что бурит это всегда подтекст конечно поэтому самый простой самый поверхностный смысл безусловно шуга сладкая да вот и все а дальше а дальше слушать а это справедливость это меч да разумеется а кто к нам с мечом придет тот этим мечом треки и выбьет это будет уже в конце нашего шуга будем слушать хочешь сказано сделано конечно сегодня мы вот на старте прямо нашей с тобой встречи хотим предложить тебе учитывая что бурита это японская тематика раздуть разогнать диалог двух молодых людей которые собираются на лав радиопатия два японца как будто бы двое японцев мы с никита будем исполнять их роль но нам понадобится твоя работа в качестве диктора в качестве я могу нам нужно два голоса чтобы чтобы было понятно что это диалог какой-то ну сможешь изобразить да постараюсь никита вот таким буду голосом это взаимно нормально так вот представим один значит брат приезжает к другому брату для того чтобы рассказать про лав радио и о наличии такого артиста как бурита там на сцене потому что лав радио бесплате без границ поехали я начинай давай хая цими сао эй брат рад видеть тебя в нашей деревне оторито йори мисато это взаимно сколько лет сколько зим куме привиле что привело тебя к нам радо несо ново я принес тебе благую весть куме ото ларинголо что давно я не получал таких вестей что стряслось бигесото мск лав радио тусе лав радио пати большое забытие в москва тио в москва тио лав радио запустил вечеринки лав радио пати деде ухо туде сюде сило ниголо о да я об этом слышал даже в нашей глухой деревне куме туде сюде и что же ты слышал брат топ шмоп ля люди клубе туц туц уже туде самые крутые артисты будут выступать до конца лета в клубе люди будет много танцев и немало подарков в вечеринке уже на телезе да будь уже там сам верно но знаешь ли ты что великий воин тоже будет там да ну не будет быть да да бу тоже туц туц ля да курита сан появится на сцене да ага именно так ми си пи там я должен быть там мой брат ясен понятен го не тупи для того я и тут напрягая лошадей едем прямо сейчас БАНЗАЙ БАНЗАЙ получилось роскошь я думал что ты слышал напрягай лошади да эй лошади вы что тут забыли эй ержан ержан вставай работать пора Гарик Бурита сегодня в гостях здесь в эфире лав радио мы продолжаем красавцы лав радио ну а мы возвращаемся к нашему гостю Гарик Бурита сегодня с нами спасибо Гарри привет Гарик привет ребятки приветики еще раз тут кстати ватсап 495 9561066 стали подбрасывать некоторые сообщения Бурита респект трек крутой пишет Владимир благодарю вот такие руки скидывают сильные огни Татьяна наша Танечка драгоценная наша слушательница которая работает крановщицей пишет ребята можно пожалуйста ваши фото с Бурита пожалуйста ну пожалуйста сделаем так конечно в финале эфира по традиции будет фотка а Таня мы тебе персонально забросим ватсап чтобы у тебя раньше всех появилось так еще любовь про песню к щуке кто-то написал нормально кстати очень смешно фаршировано и вкусно да у меня у меня сын рыбак так что смотри то есть я в жизни не ходил на рыбалку вообще то есть никогда в жизни меня не тянулось сидеть с удочкой рыбачить а знаешь давай вернемся к там японской тематике перебью тебя ведь рыбалка это медитация абсолютно точно не обязательно кстати рыбы такие да мы нормально рыбу можно отпускать же ну кстати да так вот Лука в три года увидел на ютубе диалоги о рыбалке сразу ну как бы с ягоди пошел хорошо да и просто и мы вот сейчас у него есть все то есть две удочки две зимние удочки потом у него есть набор крючков червей все у него есть все то есть он пока на спиннинг не рыбачит но вот в пять с половиной лет он уже поймал больше рыбы чем я за всю свою жизнь финальная стадия это когда он будет изобретать уже блесны сам наматывать это просто вот нереально вот человек полюбил рыбалку с юности с детства и не просто то есть он какую-то рыбку отпускает какую-то говорит пожарьте пожалуйста будущее жене нужно будет либо любить чистить рыбу либо смириться да либо можно на продажу это делать но сейчас тем более маркетплейсы развиты я думаю совсем скоро рыбаки будут тут свежак прямо либо как наш самый гуманный гость гарик сказал рыбу просто отпускать отпускать можно да в лучших традициях я дарую тебе свободу и карась такой забыл через пять секунд ровно такой что он так и есть кстати по поводу по поводу рыбалки и у нас же как раз таки наше первое задание идеально подходит у нас есть такая традиция мы всегда долго долго думаем над фирменной игрой для нашего гостя как ее назвать ну тут тут идея была уже у тебя в голове чекай бу-ри-то ну элементарно все да отлично и мы напомним что бу это воин ри справедливость то это меч и мы решили а почему бы не порасшифровывать другие давай давай название группы сегодняшним словом ну смотри у нас первое слово да первое слово это ми нет 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 стоп 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 оно же состоит из трех ми-ми-зу а да все что это такое и вот тебе подсказка ми-ми-зу любой кто отважится карпа изловить дождя после должен набрать наживы прямо под ногами она червь дождевой червь абсолютно верно надо же идеально справляемся ми-ми-зу ми-ми-зу запоминаем вот кстати для сына будет полезно в следующий раз на рыбалке сын принеси ко мне ми-ми-зу сгоняй на рыболовной за ми-ми-зу ми-ми-зу и в это двойной начис еще впереди фирменный подход мы переделали песню шуга споем вместе с тобой красавцы лав радио продолжаем наслаждаться компанией да с гариком бурита настоящим и переходим к нашему развлечению в котором мы коверкаем песни звезд а им это ой как нравится фирменный подход дуэты ну разумеется есть у нас такая традиция когда к нам приходят звездные гости мы берем их песни за основу вкладываем в них слегка новый смысл в частности в куплет припевы оставляем неизменными сегодня мы попросим тебя помочь нам с припевом который ну таким и останется шуга 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 говоря простым языком мы примитивизируем песни приятно что такое шуга если понравится стань и похлопай ладно хорошо мы даже не расстроимся значение гаррика бурита напомню шуга это составляющая ши как правильно шива шакти шива шакти шива шакти шива знаем это бог войны шакти это женская часть а это женская часть считайте что жена шивы шакти ну примитивно да очень нет вообще ну да для нас это сложно ну мы взяли порош сахар все таки мы с никитой тут пытаемся прийти в форму все это время боремся с сахаром как только можем но обычно он нас на япон просто бросает и все скажи пожалуйста гаррик напомни как ты начинаешь куплет всех привлекает бананза принято у нас будут бананы получается бананза вы знаете что такое бананза или тоже надо перевести аллилуйя спасибо тебе дружище золотое дно успешное предприятие успешное до семидесятых всех привлекает золотое дно успех все ради успеха трудятся все пытаются быть успешными об этом песня тянутся к глянцу а мы с тобой никак не можем понять что с нами не так понимаешь понимаешь как нагружен куплет смысла и как расслаблен припев спросите вы как как можно после этого примитизировать красавцы покажет красавцы лав радио гаррика приятного кофе питья желаем тебе спасибо дорогие у вас очень хороший кофе бразильский кенийский рядышком там регион по-моему краснодар но называется кофемашина юра и мы постоянно говорим спасибо юре за этот кофе потому что я не удивлюсь если горяк сейчас скажет юра это тоже вот два слова которые расшифровываются тоже практика какая но мы кстати продолжим расшифровывать слова в нашей специализированной игре над которой мы долго долго думали и придумали так точно у нас есть второе слово также три слога три слога соответственно мне позволите да сейчас да пожалуйста ке-то-ру ке-то-ру после сна утром на кнопку нажми или на плиту поставь чтобы горячего испить как круто звучит чайник да а-а-а абсолютно точно да это чайник как быстро получается разгадать сами на нашем видеоотчете сможете посмотреть что гарик нигде не гуглит он не смотрит в свои словари у вас очень хорошее объяснение спасибо за это спасибо так впереди у нас еще кстати будет еще одна игра посвященная японской тематике называется она я анимел ну это круто это смешно здесь мы предложим тебе уже даже без голоса но все услышите сами ребята ребята продолжаем на наше общение ближе ближе к лав радио приемника о да красавцы лав радио красавцы с тобой и конечно мы продолжаем наше общение с гариком бурита за эфиром поболтали о большом количестве практик гвоздей и всего гонгов гонгов но давайте перейдем все таки к миру к миру искусств людскому мы знаем что у тебя грядет концерт гарри 7 октября будет интересный концерт в пространстве урбан это клуб урбан и он будет действительно интересный экспериментальный для нас тоже дело в том что мы будем использовать уже необычный стереозвук да который привыкли все слышать всегда на всех концертах мы в этот раз будем использовать гораздо больше источников звука так называемый иммерсивный звук это до 128 источников то есть впереди будет висеть у нас где-то около пяти кластеров самое главное что мы пытаемся добиться это полного погружения то есть этот иммерсивный звук используют чаще всего на каких-то выставках куда нужно погрузить человека с помощью как раз воздействия аудио резонировать начнет не то слово тут главное не переборщить ты знаешь надо чтобы люди все таки музыку слушали а не умирали там от перемещения в первый раз можно же звуком добиться того что все упадут просто до 28 источников до 128 источников позволяет процессор как выглядит интересно вообще да вот это самое интересное сейчас мы сидим на студии в гс2 и у вас очень-очень высокие экраны судя по всему и вот в этой маленькой студейке ты сидишь то есть вокруг тебя как раз все источники звука и ты учишься работать с иммерсивным звуком потому что это та еще загвоздка потому что ты привык всегда что у тебя идет стереопара ну да и слышишь звук стерео ну 5-1 максимум если там максимум 7-1 все таки да 7-1 а здесь у тебя у тебя у тебя до 128 считай что у тебя много моноколонок да много колонок вокруг тебя и в любую ты можешь запустить все что угодно откуда такая идея это мне вот из выставок да из выставок и наш звукорежиссер Саша Аделевский однажды мне это показал и загорелся и мы сейчас мы ничего не откладываем в долгий ящик и работаем сразу со всем плюс ко всему будет к этому иммерсивному звуку добавлен конечно же лайв сет от нашего видео продакшена Саша Портнов это один из просто нереальных чуваков который умеет работать с виджейнгом вот но это все будет когда я говорю это превращается в банальность нет нет совсем для нас нет я вот только хочу уточнить а вот эти все 128 источников звука они будут еще и засинхронизированы с тем что происходит в кадре картинка тоже будет соответствовать у нас это так всегда если вы были на наших концертах у нас все засинхронизировано и автоматизировано дело в том что всю партитуру всего что происходит на сцене я лично сам прописываю переключение камер работу непосредственно видео изображения с музыкой Горик ты супер трудяга захотелось сразу это моя профессия это моя профессия я режиссер по профессии поэтому я в этом очень серьезно разбираюсь и люблю в этом копаться сейчас мы делаем новый шаг и я говорю что здесь надо не переборщить здесь надо чтобы музыка осталась музыкой а иммерсивный звук позволил нам просто максимально воплотить в то что ну короче приходите будет здорово мне на самом деле захотелось понятно что что будет на выходе это интересно посмотреть мне бы захотелось вот захотелось больше посмотреть процесс создания как это происходит потому что я переведу Гарри пожалуйста пригласи нас посмотреть на студию так интересно прикольно блин это сложно ребятки это же интимный процесс ну да его не хочется скрывать мы наденем кружевные маски хорошо в масках нас заведут в темноте такие вот здесь звуки слышите ну да 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 ну да представляешь процесс ты встаешь над тобой звук внизу вокруг тебя так это вообще игра так интересно и не переборщить главное понимаешь но кстати мы не переборщим со словами дальше потому что наша игра которую мы для тебя подготовили называется я анимел да зачем я говорю вот же и звук я анимел специально для тебя тоже изготовили смотри такие правила нам нужно тебе получается услышать имя персонажа аниме и нажать одну из кнопок под кнопками у нас кроется удар мечом ну-ка да я сейчас я выведу прикольно смотри левая половина это а правая половина это удары мечом ну попробуй можешь подольше нажимать да 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 слушай проста а левая половина это мурлыка не котик да нам нужно прямо сейчас с тобой определить какие персонажи аниме и не только аниме являются хорошими а какие плохими и соответственно если персонаж плохой мы его меч мечом да выгоняем из эфира если хороший прийти мы его как будто бы мурлучит котик специально для тебя у нас есть супер меч он вот здесь и вот здесь можешь попробовать ну-ка ого класс вообще прилетел вот этот вообще идеальный так ну что все готовы ровно одна минута будет для того чтобы определить игра по принципу съедобно не съедобно типа такого конечно поехали пикачу наруто узумаки чё наруто узумаки а наруто ну это же просто куй кюю кюю бей не знаю кто мотота кусанаги пусть будет котик мари крэмбри пусть будет меч серу вездесущий серу вездесущий ну нико смотри кто чем занят ну да я вообще просто не знаю о чем вы говорите шу такер вот пусть будет котик пусть будет звонкий пусть будет тоже меч ну то есть всех побеждает дио брандо не знаю что это зеро ту дима батишта да бать ну просто пусть будет котиком то торо ладно я уж не знаю насчет то торо это же пингвиненок я вспомнил про ну да мы вот меня сын смотрел только что мечом его отхлопали он же такой хороший то есть тут подход то какой не наоборот меч это те кто бро воины взяли фу 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 маринка потому что ну маринке потом объясним что ты имел ввиду вкладываем новые смыслы в игру вместе с Гариком Борито красавцы лав радио Гарик ну и финальная финальная часть нашей супер игры над которой мы долго долго думали придумали разумеется но с этим словом тебе не так будет просто справиться нам кажется хотя мы хотели бы чтобы ты хотя бы чуть чуть посомневался самое сложное мы разбиваем очередное японское слово по слогам и даем подсказку и так слово фи ру му и подсказка домой красотку пригласил сказал что история хорошая на экране большом посмотрим ты дал конечно сейчас фи туру фи ру му фиру му ухаживание и это неверно фиру му это юля зевер с нами смеется у нас на стикер паках а вообще доброе утро дамы дамы всем слушателям да кстати напишите я просто я короче говоря вчера видел я видел в соцсети на тт которая называется я видел вчера от одного сексолога три ну японские практики для того чтобы вернуть страсть в отношениях и не от аймори там тоже было не от аймори да видите это не просто даже страсть вернуть это вообще принципиально только японское блюдо поддающиеся интерес оставим под пеленой тайны я просто у меня круглые глаза я вижу какая-то как птица которая прилетела к вам на подоконник просто что японцы просто очень интересно в этом в этом у них много приколов целое да начиная с шоу да 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 мы помним просто по некоторым сайтам да а вендинговые автоматы эти это просто потрясающе мы друг друга поняли еще обсудим есть у нас такая рубрика она называются разговоры в тишине и как ты мог MrsR уснуись при исключительной тишине мы тебе зададим сакральный вопрос но прежде давай для того чтобы размяться и попробовать себя вот в полной тишине без подкладов мы попросим тебя сказать название нашего проекта красавцы Camp our radio напоминаем ну вот если можно красавцы лав радио а можешь еще это красавцы лав радио это красавцы лав радио супер ну и теперь конечно поговорим в тишине и зададим главный и важный вопрос. Гарик, скажи, что такое любовь? Любовь — это энергия, которая наполняет всё вокруг. Вся Вселенная существует благодаря любви. Это то, что связывает вообще всё, что есть в этой энергии, вернее, в этой Вселенной энергии. Любовь — это энергия. Об этом говорил ещё и Марихей Усиба, когда называл своё искусство борьбы на Айкидо. Иероглиф «Ай» означает одновременно... Ну, в смысле, для аероглифа означает энергия, а звук «Ай» означает и энергию, и любовь. Поэтому Айкидо это можно воспринять как путь сосредоточения энергии или путь сосредоточения любви. Это на каких-то философских уровнях. А если говорить о житейском уровне понятия слова «любовь», то его, чётче всего, мне кажется, определил Константин Сергеевич Станиславский. Он сказал, что любовь — это желание касаться. Поэтому от желания касаться до объединения всей вселенной энергии — это вот как раз тот самый резонанс, который заключён в слове «любовь». Посмотри, как засверкали все нейроны, надевай солнцезащитные очки! Это он! Красавцы «Лав» радио Ярослав Парамонов и Никита Мартов